Вас приветствует магазин Папироска.РФ и вы смотрите видеоинструкцию к клону, обслуживаемому атомайзеру под названием Typhoon GT2 от компании Yashma. Поставляется атомайзер вот такой металлической коробки. Здесь у нас виденец непосредственно сам атомайзер. На коробке больше нет никакой информации. Внутри располагается комплект дополнительных запчастей, из которых имеются болты, оринги, отвертка, небольшой кусочек кантала и немного кремнезема. Далее внутри располагается непосредственно сам атомайзер. Больше внутри нет ничего. Выглядит атомайзер вот таким вот образом. Корпус выполнен из нержавеющей стали со вставками из поликарбоната. Диаметр под посадку атома составляет 23 мм. Высота вместе с дриптипом составляет 76 мм. Вес данного атомайзера составляет 93 грамма. Объем бака данного атомайзера составляет 5 мл. Сверху расположился 510 дриптип. Далее идет тело из нержавеющей стали со вставками из стекла. Здесь идет гравировка Typhoon GT2 и кольцо воздуховода, где мы можем отстроить для себя комфортную затяжку. Данный атомайзер предлагает различные вариации аналоговой затяжки. Ну а снизу расположился регулируемый пин. Давайте разберем атомайзер и посмотрим, как он выглядит изнутри. Открутив верхнюю крышку, мы можем достать стекло. Держится стекло на двух орингах снизу и сверху. Ну и собственно вот база. Это купол. Состоит он из двух частей. Верхняя держится на резьбах. Вот таким вот образом. Ну а нижняя держится на оринге. Таким образом выглядит база Typhoon. Две стойки и отверстие воздуховода. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к намотке данного атомайзера. Мотать я сегодня буду 0,32 кантал на оправу 2,5 мм, 10 витков. Получился вот такой вот микрокойл. Теперь давайте установим его в базу. Просто оборачиваем куски канталов вокруг болтов и закручиваем. Далее приступаем к прожиганию спирали. Далее переходим к процессу установки ваты. Для того, чтобы понять, сколько ваты необходимо, мы одеваем нижнюю юбку, вытаскиваем через проточки вату наружу и обрезаем ее по краям. Далее смочим немножко ватку. И сделаем тестовое сжигание. Теперь переходим к сборке. Далее берем тело атомайзера и заправляем его вот таким вот образом. Переворачиваем и скручиваем вместе. Теперь дадим немного отстояться. Ну вот, атомайзер немного отстоялся. Итоговое сопротивление получилось 1,8 Ома. Парить я его буду при 15 Вт. Ну что ж, давайте попробуем. По итогу мы имеем довольно-таки стильный и вкусный бак с большим объемом и возможностью отстроить комфортную для себя затяжку. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментарии на ютюбе, мы с радостью на них ответим. Также не забывайте оценивать видео, подписываться на канал. Ну а я прощаюсь с вами и желаю вкусного и густого пара.